А, окей. На твоём автономном пути был ли у тебя момент, когда ты чувствовала, что то, что я делаю, это неправильно, то есть движение к автономному образу жизни – это не для меня, и мне просто нужно вернуться и жить обычной жизнью так, как живут все остальные люди? В этот раз нет, но у меня до этого были заходы на два месяца, на три месяца, на четыре месяца. Окей, подожди секундочку, so this time no, but previously I had the periods of two months, three months and four months of autonomous lifestyle, да. И я основные моменты, наверное, проработала в тех своих заходах, а здесь, ну, так как у обычного человека бывает, что и настроения нет, но в этом состоянии ты себя можешь сразу же осознать, а когда ты осознаёшь, что у тебя что-то с настроением, плохое настроение, оно растворяется, и ты опять в прекрасном настроении. Отлично. So she says, so I did some work on myself during my previous periods, and so that's why this time, since the middle of March, I didn't have those feelings. But of course, even when you live the autonomous lifestyle, you can find yourself not in the best mood. But the difference is that on the autonomous lifestyle, you can become conscious of it very, very fast and take yourself out of it. And then once you take yourself out of it, it gets dissolved and you are back in a very, very good mood again. That makes me think of something about mood swings, especially with, this is very common with ladies. OK. 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 Он говорит, что это набило меня на мысль о перепадах настроения. Это очень распространённая проблема, особенно в отношении женщин. Окей, чувствуешь ли ты сейчас, что твое настроение сбалансировано, находится в балансе в общем и целом, то есть там нету таких серьезных взлотов, падений и так далее, как бы все находится в балансе? В 90% случаях я нахожусь в балансе. В 90% случаях я нахожусь в балансе. Вау, вау, вы очень рады за это, вы очень рады. Мы очень рады за себя, потому что мы очень рады.